Привет всем! Давайте подумаем, где мы с вами были. Мы были с вами на земле, мы были с вами в воздухе, мы были с вами на воде, мы не были в космосе, мы не были под землей и мы не были под водой. Вот проблему под водой мы сейчас будем с вами решать. Подводная лодка. Так, ну это китовая подводная лодка, сейчас давайте распакуем ее, а потом ждет меня сборка и потом уже затестим. Китовая борка, китовая сборка, китовая лодка. Давайте смотреть, что есть в комплекте, значит корпус у нас получается пластиковый. Пока это для меня непонятные элементы здесь, то есть это видимо надо будет вырезать, это возможно тоже, это тоже, это не знаю что такое. Так, здесь наверное у нас будет проходить вал. Пакетик с различными запчастями, я вижу трубочки, зачем мне здесь интересно, трубочки нужны будут, качалочка, металлическая качалочка между прочим, да. Куча винтиков, металлические тяги, решеточки видимо для копийности, какие-то провода и еще там что-то по мелочи. Вот такие вот две тяги, непонятно для чего, без всякой резьбы, то есть просто где-то будет вставляться. Трубочка, трубочка одна, трубочка вторая, обычные пластиковые. Это что такое? Не знаю, короче, еще какие-то квадратные элементы длинные, еще такие же, не знаю, может какие-нибудь распорки будут делаться, корпус, чтобы клеился. Так, вот такая вот тяга, но это я так понял, наверное, как раз для винта, который будет устанавливаться, да, вот здесь вот проходить и наш винт будет вот здесь сзади прикручиваться. Винт всего здесь один, это у нас провод просто какой-то, вообще обалдеть. Так, звездочки, да, это у нас российская подводная лодка, ядерная, между прочим. И еще какие-то, нет, либо провод, либо трубка, понятия не имею. Так, это у нас верхушка будет и основной корпус, вот он. О-хо-хоу! Еще, короче, отвалилось тут всякой ерунды. Вот такая вот длина подводной лодки, то есть размерчик, ну, достаточно серьезный. Если вы видели, у меня видео есть про подводную лодку на канале, выложено было года, наверное, 3,5 назад, плюс-минус. Там была маленькая подводная лодочка, я ее пускал в этом, в тазике, можете посмотреть, да, почти 2 минута просмотров. Вот, это большая подводная лодка, но нужно полностью ее, тут еще покрасить надо ее, кстати говоря, да, то есть все это вырезать, склеить, покрасить. Мы в комплекте получаем инструкцию, вот, давайте вот коробочку отсюда уберем. Стоит она, давайте я сразу вам цену скажу, стоит она 140 баксов, нифига себе, нифига себе, это что тут, целые чертежи, а? Заценили? Обалдеть! Вот это все надо установить. Вот, потребуются мне еще сервоприводы, чтобы управлять нашей лодкой. Еще показываю чертежи. Жесть. О! Как все собирается, как все устанавливается, как должно все выглядеть. То есть, здесь все четко, перископ есть даже. Ну, естественно. Кстати, прикиньте такую мысль, поставить, хотя нет, систему зеркал такую не поставить. То есть, поставить камеру в подводную лодку, чтобы ты всплыл и через перископ смотрел, плюс он еще был бы поворотный. И камера в подводной лодке. Ну, хотя зачем? Ну, короче, нет. Такое нереально сделать, мне кажется. Все слишком миниатюрно. И я не представляю, как можно, чтобы FPV-камера смотрела в перископ через зеркала эти. Нет. Итак, значит, ладно, давайте. Значит, вот лодка 140 баксов, блин, без доставки. Да, там доставка сколько-то стоит. Сюда нужно докупить еще и мотор, регулятор скорости. Так, сервоприводов нет, естественно, да. Но у меня есть, как бы они там, сюда бюджетные какие-то, вообще там, знаете, по, не знаю, с усилием 3 килограмма. И все. Моторчик вот такой вот электрический. Естественно, электрический. У нас здесь не паровая лодка. С моторамой в комплекте. Вот так выглядит мотор. 6-ти вольтовый. Здесь уже с чашечкой специальной. И вот есть костяшка пластиковая. И все. А провода, кстати говоря. Провода, наверное, вот эти в комплекте нам пойдут. Ну, можно любые напаять сюда будет, и все. Вот, моторчик, по-моему, 50 долларов стоит он. 50 долларов, да, вы сейчас не ослышались. За вот такой вот коллекторный моторчик на подводную лодочку. С моторамой, со всеми делами. Вот здесь есть, как установить. Короче, полная инструкция. Хорошо. Регулятор скорости. Нет, мотор 60, по-моему. Регулятор скорости 50 долларов. То есть, короче, вся лодка выходит в сумме порядка 300 баксов. 300 баксов лодка. Вот. Вот такой вот регулятор скорости. Вот с таким переключателем каким-то. Видите? On-off. Я даже пока не представляю, где его включать. То есть, она должна как-то быть герметична. Мы должны все переключить. 6-ти вольтовый регулятор. Тушить. А, еще аккумулятор. 7,2 вольта потребуется. Вот. Тоже нет в комплекте. Значит, разъемчик нам будет перепаять. Два провода, естественно, на коллекторный моторчик. Здесь есть разъемчики в комплекте. И инструкция, как все это дело подключить. Как все это дело установить. Вот. В общем-то, интересное занятие. Достаточно дорого выходит. Лодочка у нас. Полный мануал. Как написано. Все легко собрать. Все будет начерчено. Поэтому никаких проблем со сборкой у вас быть не должно. То есть, мануал на кучу страниц. Но, естественно, он весь на английском языке здесь. Давайте посмотрим. Ну, картинок мало. То есть, у нас основные те чертежи идут. Так что здесь еще надо разбираться. Реально немало времени. Классно. Нет, конечно, для американцев здесь все просто. Потому что здесь все написано. Но нам-то, не знающим языка, это будет сделать чуть-чуть несложно. Вот. И самый главный минус. Кстати, где винт? Где винт? Я что-то не... А, вот он, пластиковый. Ха-ха, я думал металлический. Пластиковый винт, запасного нету. Друзья мои, вот. В общем-то, вот так вот. Да, сейчас я вам скажу. Самый главный минус данной лодки. Подводной. То есть, как устроена настоящая подводная лодка. Плавать на поверхности. У нее есть специальные отсеки. Которые, соответственно, изначально заполнены, ну, скажем там, воздухом, да? Вот. Чтобы она погрузилась, данные отсеки должны заполниться водой. Они заполняются водой, и лодка начинает погружаться. Все. В принципе, все понятно. Также на лодке присутствует сжатый воздух. То есть, когда лодке необходимо всплыть, сжатый воздух подается и вытесняет из отсеков воду. Тем самым лодка начинает всплывать. Вот. Все это просто. Но данная лодка не имеет никаких таких затапливаемых отсеков. То есть, она чисто будет погружаться за счет, скажем так, какой-либо скорости, да, небольшой. И наклонов, как бы, объяснить-то, блин, не крыльев. Ну, не знаю, крыльями назвать их или нет. То есть, боковые будут у нее. Сейчас, как-то есть название, понимаете. Пишешь видео, и всегда все забываешь. Короче, ладно. Сбоку стоят крылья, скажем так, да, которые будут наклоняться с помощью сервоприводов. И тем самым мы будем лодку загонять в подводу. Вот. Это как бы большой минус, то, что мы получаем не совсем реалистичную лодку, а вот с таким методом затопления ее под воду. Ну, и с плытью то же самое. Поэтому я считаю ее... Вообще, они пишут, конечно, что она рассчитана для бассейнов. Вот. То есть, в непрозрачной воде вам смысла нет нырять. Вот. Ну, посмотрим. Управлять. Чтобы ей управлять под водой, вам нужно ее видеть. Вам нужно понять, под каким углом вы идете. Чтобы долго плыть, вы должны держать определенный там горизонт, не знаю, в воде, да. Да, горизонтально. То есть, чуть ниже уходим в дно, чуть выше выплываем на поверхность. Все. Поэтому баловство, ну, чисто прям вот нормальное баловство, только в бассейне. В темной воде уже, ну, чисто так нырнули, сплыли, нырнули, сплыли. Нет, конечно, некоторые лодки умеют так делать. Вы можете найти у меня такие. Это FT-012, по-моему, она ныряла, и через какой-то там промежуток времени там пух всплывало. Но это было случайно, естественно. И на большой скорости. Друзья мои, ладно, впереди меня ждет сборочка данной лодки. Так что посмотрим. Вот, всем спасибо за внимание. Вот так решил разнообразить немного канал. Осталось нам с вами солидать в космос. И на чем-то прорывать землю и смотреть, что там внизу. Пока.